Итак, где же мы находимся и что это за проект? Дорогие друзья, мы находимся на очередной сессии клуба коллекционеров в замечательном гостеприимном доме «Кристалл Экспо». Я хочу поблагодарить организаторов за то, что они предоставили нам вот это пентагонное пространство, где мы решили выступить с проектом «Малый Эрмитаж». Это один из самых глобальных проектов Международного фонда «Культурное достояние», где я президент, который мы ведем по всей России. Это создание в 50 городах России малых эрмитажей, где будут представлены музейного, то есть фантастически высокого уровня копии старых мастеров, которые либо можно посмотреть только в Генте, в Амстердаме, в Мюнхесской пинокотеке, в Лондонской галерии, в Дрездене, в Метрополитене, в Нью-Йорке и так далее. Или же вообще нигде, потому что они находятся в частных коллекциях. Это очень важно. Зачем мы затеяли такой большой масштабный всероссийский проект? Для того, чтобы он, конечно, образовательный в первую очередь. Чтобы дать возможность от школьников до стариков, и военных, и бизнесменов, и так далее, познакомиться прямо у себя в городе. Потому что это донаторский проект. Мы дарим городам эти картины, несмотря на то, что они достаточно дорого стоят. Картины, чтобы они могли посмотреть их не в альбомах, а непосредственно в хороших старинных рамах, с каркелюрами, где отличие от оригинала, минимальное, мизерное, и даже опытный искусствовед подчас не сможет определить, где же оригинал, где если они будут рядом поставлены. Такой музей мы уже открыли в Санкт-Петербурге, в самом центре, в центре Сима, можно сказать, возле Лянечка, в моста, на территории нашей галереи. У нас 9 залов галереи там. И над галереей достаточно приличный отель, где в коридорном пространстве в сумме выставлено 134 работы. Вот Пауло Учелло, Симона Мартини, 1326 год, через Мурили, через Веласкеса, через Рембрандта, через Брейгеля, Босха и так далее, и так далее, Эль Греко до Отто Дикса, до Дали. И второй музей мы открыли в Пензе, где мы городу подарили 32 работы, и за полтора месяца существования после открытия этого музея посетило 26 тысяч человек. В этом проекте немаловажным является то, что в свое время, в будущем, когда в этом количестве городов уже будут созданы такие музеи, потому что следующий Ярославль, где город выделяет вообще отдельный старинный особняк возле Волги в Центральном парке, музеи начнут меняться друг с другом. Например, Саратовская коллекция поедет в Пензу, в Пензенской, в Санкт-Петербург, в Питерской, в Новосибирск. И мы посчитали, десятки миллионов россиян смогут познакомиться с уникальными шедеврами, потому что мы выбирали из двух с половиной миллионов те самые две тысячи наиболее интересных работ, начиная с 14 века вот по 20. И за счет обменов, ну вот три месяца она повисит, допустим, в том же Ярославе, потом возвращается к себе в Пензу. Мы посчитали десятки миллионов россиян смогут насладиться таким. Этого не делал никто, даже Великий Третьяков, который, вы знаете, подарил Москве свою уникальную коллекцию, стал вечным. Стал вечным. Такого знают все, и будет он всегда вечным. Он делал великое дело. Так вот в этом маленьком зале мы сделали как бы мини-версию Малого Эрмитажа. И когда я предложил этот проект в этом зале, потому что он очень уютный, и позволяет, ну, где-то до 16 картин вывезеть, с организаторами этого арт-экспо. Они сказали, если это будет проект Малый Эрмитаж, а я сказал, на 15 лет вперед мы сможем, ну, за счет того, чем мы располагаем, менять здесь экспозицию. Вот следующий, может, почему мы сделаем авангард? У него же фантастическая совершенно, ну, просто немыслимая. Музейная кухня, и Шагала, и Кандинского, и Поповой, и, в общем, вот всех 1А категории нашего авангарда, так и назовем, неизвестный авангард. Потому что некоторые работы никто никогда не видел, они из частных коллекций. Ну, вот нам это очень приятно, мы решили диверсифицировать на 5 различных пространств. У нас есть и интересные, редкие работы, религиозные, из обсидиана. У нас замечательный фарфор эксклюзивный. У нас заирский малахит, рисунок которого очень отличается от нашего уральского. У нас вот из частной коллекции есть колокольчики, гёбель, фарфор, янтарь, которым особо интересуются наши китайские друзья. Они страшно любят янтарь. Ну, вот это вкратце, если говорить. Я буду очень рад, если организаторы нас поддержат, потому что, ну, это всё-таки какое-то украшение всего нашего шоу. И благодарю вас за то, что вы набратили на это внимание. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.